Мы делаем, а они ломают. Власти решили в этом году радикально пересмотреть подход к бесплатному пляжному одуху горожан на Федоровском водохранилище и вывести его на качественно новый уровень. Что из этого вышло и с какими проблемами приходится сталкиваться? И можно ли вообще будет окунуться в свете последних событий с коронавирусом? Расскажет Ирина Вобещевич. Со вчерашнего дня в Карагандинском регионе из-за нахождения в красной зоне ввели дополнительные карантинные ограничения. Многие объекты продолжают работать, только если участвуют в проекте АШИК. Однако в постановлении нет запретов на посещение пляжей или информации об их закрытии. Посещать их можно, что уже стало хорошей новостью для желающих окунуться в летнюю жару. Сегодня на Федоровском водохранилище, единственном месте в черте города, где нет запрета на купание, с самого утра были отдыхающие. Сейчас этот бесплатный городской пляж нельзя сравнить с тем, что был в прошлом году. Кажется, что цивилизация наконец-то дошла и до этого места. Вчера уезжали, все оставили в чистоте, приехали, опять все завалено мусором полностью. Несмотря на то, что есть уже две полноценные мусорные площадки. А это что, лежак уже поломано? Мусор – это полбеды. Это у нас уже несколько лежаков. Это сейчас человек идет, ремонтирует. Вырывают вот эти вот стойки. Это вот сколько этому лежаку, который вот еще сколько не простоял, еще сезон в разгаре? Да, ну не то, что сезон, там двух недель не продержался. Вырывают эти деревяшки. Вот у нас остался полностью без них. Вот эти деревяшки вырывают, оперечены, и пускают на шашлыки, на дрова. Мы приехали на пляж, чтобы сделать позитивный сюжет. Но как-то само собой разговор с Романом Калачевым, урбанистом, перешел к проблемам насочным. Нет предела изобретательности карагандинцев. Чтобы пожарить кусок мяса, в месте пляжного отдыха в ход пускают лежаки, лавочки, деревья, стойки беседок. Если можно увидеть ограждение, мы выставили из бордюра, чтобы машины сюда не сажали. Потому что все вот так, машина, все в мусоре. Тоже приехали, вот один бордюрный камень, по-моему, килограмм 150 или 200 весит. Умудрились отодвинуть и сюда вот проехать. Вот ребята, выгнали их. Ну, чтобы сами себе люди создают дискомфорт. Сами себе. Казалось бы, тут и убирают, и день, и ночь убирают здесь постоянно ребята. Нет, все равно. Ну, хорошо, день, ночь убирают, а какая-то охрана? Охрана все есть. А как они при охране, что ли, ломают? Ну, за всеми как бы не уследишь. Что люди особенно любят делать, это мы уже поняли. Они берут эти самые лежаки полежать, утаскивают вон туда с деревьев, кусты, и там их дербанят на дровах. Дикари и варвары, некоторые наши карагандинцы, работники парка, в чем ведении находится пляж, уже привыкли к подобному. Здравствуйте, можно немножко вас прервать? Что вы делаете? Лавки прикручивают, чтобы крепко держались. А что, уже разломали? Ну, уже пару штук сняли и продолжают. Делают шашлыки, готовят чай и срывают то, что легко сорвать. Ну, а теперь к самому благоустройству городского пляжа. Тут появилось множество элементов для отдыхающих, где можно посидеть в тени, полежать и пройтись, не подвернув ногу. Пляжную зону огородили от заезда машин, разровняли и отсыпали. Работа еще продолжается, но так хочется, чтобы это простояло как можно дольше. Нас любят интересоваться, сколько потрачено. Здесь я могу сказать, что не потрачено ни одной бюджетной тенге, потому что это все из ранее утилизированных материалов при ремонте новых улиц, скверов, дворов. Это все складируется. И мы просто, как говорится, по сусекам поскребли по всему городу. У урбанистов свои подходы, основанные на принципах рациональности, баланса с природой, дружелюбности. Раньше была такая теория разбитых окон. То есть их надо будет... Бьют окно, бьют остановку, надо менять. До тех пор, пока они уже не устанут, скажут, ой, ладно, все уже, не будем бить, будем уже цивильно жить. То же самое здесь. Сломали, мы приехали, отремонтировали. Сожгли, мы постарались там плотники сделать новый. Вот таким образом. Только путем обучения, приучения к порядку. Вот. Конечно же, есть те, которые необучаемые. Я думаю, это может быть даже если сотрудники полиции будут здесь патрулировать. Мусор тут вывозят ежедневно, а туалет моют каждое утро огромным потоком воды, говорит Роман. Множество комфортных зон, удобный доступ к воде – все это заслуга урбанистов, работающих сообща с городским акиматом. Но то, что мы сегодня увидели – всего лишь черновой вариант будущих глобальных преобразований. Еще ранней весной мы разработали полноценный проект для пляжа городского, который, я так думаю, будет реализован уже в следующем году. То есть это будет полноценный инфраструктурный проект. На данный момент мы решили, что если позволяет нам возможность, позволяют материалы, то почему бы не сделать такой как бы драфт, черновой вариант, хотя бы для людей создать место, где они могут приехать, отдохнуть. Потому что карантин, не все могут куда-то там вылететь за границу, а здесь можно хотя бы в спокойных, доступных и, скажем так, аккуратных условиях отдохнуть на пляж. Благо у нас вода чистая, солнце светит.